Ребята, всем привет! С вами Александр и так случилось, что я прямо на следующий день записываю еще одну серию по Monster Legend. Немножко, наверное, соскучился я по ней. И вот нашел у себя такого монстрика, это Inheritor. Такой у нас какой-то дьяволенок, а-ля какой-то там, наверное, сводный брат Барбатеса. Вот такой вот у нас монстр. Почему я его когда-то, наверное, купил за кристаллики, а вот почему. На том же сайте mlfall.su в разделе легендарные стихия огонь он относится к хорошим монстрам, как демагерам, так и монстрам контроля. То есть он и туда и туда подходит, но даже более того, он много где еще участвует. Смотрите, в книге Крылатый, или как это у нас называется, короче, разделы, я уже забыл, он так же само присутствует в разделе и контроль и демагер. Дальше в книге Преисподняя он так же присутствует, как демагер хороший. В легионе зла тоже, как демагер, ну, в общем-то, вот какие у нас есть варианты его прокачки. Что касательно ударов. Вот у нас, кстати, тут уже все работает. Разница всего лишь в рунах, как показала практика. В общем-то, удары получаются все те же самые, что для контроля, что для демагера. Просто у него вот есть один удар, вот единственный, одержимость по всем. И просто зависит от скорости монстра. Она либо есть, либо ее нет. В общем-то, если скорость есть, тогда неплохо контролит, потом еще всех поджигает и так далее. Да, ну, а когда скорости нет, тогда просто всех демагерит. Ну, вот. Не знаю, ну, я, наверное, ему пихну сейчас одну руну на скорость, одну на силу. Это все-таки у нас не топ. Ну, будет такая, у меня будет какая-то средняя мишанина. Но перед этим нам нужно с ним же познакомиться, да? Легендарный монстр. О, у него сила 3586, это очень много. Жизни тоже у него много и скорость прекрасная. То есть это очень сбалансированный крутой монстр получается. Шанс крита у него 10%, ребятки. Так. Ну, огонь слаб против воды. И пошли по первой группе. Так. Демонический какой-то шлепок. Слэп. Сила 45. Без ничего. Дальше идет. Когти адские, короче. Кровотечение. Сила 40 по одному. Бернинг шаут. Шаут это у нас то, шепот или что? Шаут. В общем-то, мультик по всем с поджиганием. Так. Идем дальше. Флейм тирс это огненные слезы получается. 65 по одному с поджиганием. Неплохо, минус 20%. Мне нравится его удар. Так, демонические когти. Ну, в принципе, то же самое. Да. Адские и демонические. 50 по одному с кровотечением. Там было 40 по одному с кровотечением. Стим это у нас пар. Пар огня. Как-то. Ладно, сложно это дело перевести. Может быть, типа плазма какая-то. Мультик по всем с поджиганием. Думаю, стоит брать. Дальше идет. Мультик по всем с поджиганием. Так. Удар посильней. Вот это классный удар. Эш Мейкер. Создатель чего-то там. Непонятно. Так. Хел Варм. Вармс. Да. Что-то там подогревает. Короче, адская. 65 по одному с горением. И вот. Мультик по всем с поджиганием. В общем-то, прикольный удар. Сила 65. Так, что у нас здесь? Все соперники, все соперники, все соперники. Здесь все мультики. Это вообще-то станет моим и одним из самых любимых монстров. Я люблю мультиудары. Так что, давайте будем это качать. Так он смешно выглядит, когда он такой маленький, так, квадратненький, такой. Руки за колени. Так. Демоническая пощечина. Слэп все-таки я правильно перевел. Да, это что-то типа пощечина. Шлепок, я сказал. Адские когти. Это Хелл Клоу. Нас не интересует. Пылающий крик такого нет. В общем, плазменные слезы. Создатель пепла. Потоки пламени. Вот это, наверное, Steam Flames. Потоки пламени. И вывозжение насилия. Демон. Демон. Потоки пламени. Есть такой удар. Давайте я буду вторым. На первый удар поставлю одержимость. Ну, мы что, монстры крикой. Демонические когти. Такое нам не надо. То же самое. Высвобождение насилия. Да, это тот удар, который я ждал. И осталось еще два удара. Так, создатель пепла. Есть такой у нас удар. Ставим его третьим. Так. И, да, плазменные слезы. Какие-то там. Tears. На два хода. В общем-то, шикарно, ребятки. Дальше можно не читать. И вот. Вот и все. Ну, кстати, у него удары такие не кислые. Так, ну что. Давайте по рункам. Руночка. Руночка четвертая на силу. Ладно, давайте ставим. Так. Командную руну ему поставим еще. Все-таки она и ему там что-то даст. Ну и вот так вот. И получилось. Вот такие вот результаты у нас получились. Ну что, погнали тестить. Так, у меня здесь есть как раз алмазное подземелье, как обычно появилось. Эти подземелья уже задували. Они, не знаю, пятый раз по кругу появляются. Но у нас есть вот такое. Ой-ой-ой. Здесь мы не можем. Здесь условия не совпадают. Неподходящие. А вот здесь, думаю, подходящие. Так, у него есть одержимость. Да, можно попробовать его сейчас как контроля использовать. Давайте, вот вместо тебя. Ну, естественно, легендарочка и огонек. Можно всеми огненными походить, допустим. Так, давайте вот фаерсторма возьмем. Я его как бы давно не юзал. А, у нас есть шалинар еще есть. Ой, у меня огненных. Это просто адская тьма от этих. Ну, вот так вот. Так, ходим первым. Это отлично. И, естественно, применяем вот такую штуку. А почему так все плохо получилось? Ну, тут шалинар будут раздавать сейчас. Таким, конечно, раскладом. Наверное, ее не стоит брать в следующий раз. Она просто всех сожжет. Секунду. Я вернулся. Так. Так, что у нас может фаерсторм? Может поджечь. Может парализовать. И может двойной урон. А дополнительный ход у тебя нет? Перезарядка нужна. Нужна перезарядка. Ну, что-то как-то нет. Ну, давайте сожжем джаджмента. Прикольно было. Кстати, это бежал. У нас же есть такой даже монстрик. В игре. Так. Наносит всем врагам умеренный урон. Накладывает эффект горения на всех врагов. Горение на 4 хода, а воспламенение на 2 хода. Но тут больше. Промах. Это было обидно. Так, давайте сейчас мы это тогда закончим. Ну, и тогда давайте же будем менять. Сейчас будем менять наших огненных монстров. У нас будет огненный ад. Будем устраивать им. Это тут вообще Барбадос, если взять, так это вообще будет уничтожение просто. Монстров огня просто дико много. Дико много. Ну, допустим, Гриди Драгон есть у нас еще. И... Ну, тот же Лорд Молтус. Вот у меня их два, как бы. Вот из тех, что мы, как бы, так нечасто используем. Давайте. Стоять. Самого главного забыл. Че ж поделаешь. Ну, помчались. Не-не-не, не надо нам никакого ускорения. Там шанс 98%. Вот почему первый раз мы попали всего лишь на одного. Я даже не догадываюсь. Так, че теперь Гриди? Гриди у нас хочет. А, там тоже дополнительный ход был? Это было весело. Так, хочу вот тот удар, который всех поджигает. Мне он очень нравится. Вот он. Ха-ха-ха. Ну, такая вот он, анимашка воспламенения. Они, правда, и так уже горят. Ну, все тут довольно легко. Подземелье у нас, конечно, такое подходящее. Что они слабы. Слабы наши противники к огню. Сейчас нужно с Барбадосом его затестить. Правда ведь? Правда ведь. С одного удара вообще затащим. Сменить команду. Ну, Барбадос у нас к мраку относится, но все-таки черт есть черт. Так, ну тут, правда, первым походит кто? Мега Астеон походит первым. Он просто здесь всех может убить. Ладно, давайте не будем так. Так поступать. Ну, на самом деле, о, суперудар. Что-то как-то он не шибко зрелищный, как у Оруса, там, знаете, он в космос, там просто с ноги раздавливает полпланеты. Суперочка, конечно, подкачала, подкачала. Так, да. Слабенькие у нас тут противники какие-то. Чавк, чавкай, никого подчавкай. Одержать всех. Так, ну, Барбадос вот сейчас, наверное, всех и тут сожжет, конечно. Он у меня парнишка вкачанный. Всем сжечься. Так, отлично. Ну, теперь что еще? Можно водомагму взять. Водомагму и Тефру. Еще еще не позабывал имена монстров. Не все потеряно. Так, сменить огонь. Огонь, водомагма. Он у нас медлительный. Но это мой первый, наверное, легендарный, кстати. И Тефра. Вообще, адская троица в бой. Одержать всех, потом облить магмой и поджечь водомагмой. Так, где тут у нас уязвимость? Как эта штука называется? Туман лавы. Дает всех врагов через уязвимость к атакам. Да, это оно. Это был Конор МакГрегор. Только что кукарекал. После боя с Хабибом. Так, ну вот и все. Походу, никто не выживет. Ну, еще раз, адское пламя. Еще раз сделал сканшотик. Моего инхеритора зовут Сварок. Это прям как древний русский воин. Или кто-то Сварок. Бог. А, это Бог. Это Бог. Древний Бог Сварок. Так, ну что. Еще у нас есть один бой. Давайте сейчас его проведем достойно. Так, кого мы еще тут не брали? Бонни Барк. Интересно будет. Бурат Гор. Ну, давайте такое что сходим. Там, что там Бонни Барк? У меня, по-моему, можно несколько ударов подряд ходить. Так, мультик у тебя какой-то есть. Мультика нет. Так, где там усиление себя? Себя. Наносит. Подождите. Типа нет. Эффект регенерации. Как бы, нечего тут пока регенерировать. Щерт, пуджуи. Ладно, давайте просто кого-то шарахнем. Это я не того Бурат Гора взял, что ли. были межик 2 этот безрунт что ли черт паду я не того взял у него сотрю не те удары так эффект на союзников хорошо ослепляет всех врагов понятно наносит одному врагу умеренной накладывает на 1 врага слепа ладно давай так так ну горите все синим планом но они все покойники уже так брат гурите переработаю на клетке там же не было написано что это дает дополнительный ход я же вроде читал ну ладно так ну в общем то вот такие у дела монстр довольно короче годный так что я им буду пользоваться монстрик хорош одобряю а на этом ребятки все всем спасибо за просмотр и до скорых встреч